Вести Карачаева, Черкесия В Станице-Преградной Урубского района прошли культурно-спортивные мероприятия, посвященные столетию Карачаева-Черкесии. В Москве в парке Заядием полторы тысячи жителей и гостей столицы посмотрели праздничный концерт, посвященный столетию Карачаева-Черкесской республики. Итак, главным новостям. В Черкесске на днях начал свою работу социальный пансионат для людей старшего поколения. Светлые просторные комнаты, актовый зал, столовая, территория для прогулок и круглосуточное медицинское наблюдение. Сейчас там в комфортных условиях проживают 58 человек. Чтобы узнать, как пенсионеры обжились в новом корпусе, к ним в гости заехал глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Открытие этого здания как раз год, столетие нашей республики. Поэтому я вас всех так же поздравляю с новосельем, с таким и с праздником. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения. Если что-то вдруг, вот вы хотели бы еще какие-то изменения, вы мне сейчас обязательно скажите, или пожелания какие-нибудь. Сейчас кажется и так много. В Карачаево-Черкесии площадки, контейнеры, накопления коммунальных отходов приведут в порядок. В региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства по поручению председателя правительства республики Мурата Аргунова состоялось совещание с администрациями муниципальных образований и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. В ходе совещания обсуждены острые вопросы по созданию, обустройству и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципальных районов. В ближайшее время будет произведен ремонт, покраска, очистка и мойка контейнеров. Также необходимо обязать собственников мест накопления твердых коммунальных отходов обеспечить содержание контейнеров и контейнерных площадок в надлежащем состоянии. В каждом населенном пункте необходимо организовать работу по размещению утвержденных графиков на официальных страницах администрации в сети интернет. Мы также рекомендовали местным администрациям предусмотреть в следующем году денежные средства для создания мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретения контейнеров, рассказали в министерстве. Прокуратурой Карачаевского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, покушения на изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера, изнасилование, половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также развратные действия. Следствием установлено, что фигурант уголовного дела в период с апреля 2021 года по март текущего года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, а также насильственные развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Карачаевский районный суд для рассмотрения по существу. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхозптицы соблюдать ветеринарные санитарные правила. Об этом расскажет государственный инспектор управления Залина Гайтова. В этом году вспышки высокопатогенного гриппа птиц регистрировались во многих регионах страны. Заболевание зафиксировано как в дикой природе, так и среди домашней птицы. Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора рекомендует гражданам при разведении и содержании сельхозптицы соблюдать ветеринарные и санитарные правила. Перед входом в помещение для содержания птицы должны стоять дезинфицирующие коврики во всю ширину прохода. Помещение для птицы необходимо регулярно очищать. Окна, двери, вентиляционные отверстия рекомендуется оборудовать рамами с сеткой во избежание залета дикой птицы. Для профилактики заразных болезней проводят вакцинацию с учетом эпизодической ситуации населенного пункта и района. По требованию ветеринарных специалистов владельцы обязаны сообщать количество птиц каждого вида, которое имеется на подворье. Реализовывать живую птицу или птицеводческую продукцию необходимо в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов, оформленных в системе Меркурия, которые будут гарантировать их безопасность. Усть-Джигутинский район Соответственно, были учтены пожелания наши в той части, что мемориальный комплекс – это зона тишины, зона покоя. Здесь поблизости находится храм архистратига Михаила 1885 года постройки. Соответственно, вот эти моменты тоже учтены. В общереспубликанском субботнике, который прошел в рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии, приняло участие более 23 тысяч человек. В уборке территории задействовали больше 500 единиц техники, собрано более 2000 кубометров мусора. Мероприятия по уборке берегов водных объектов прошли в рамках Всероссийской акции «Вода России». Следующий масштабный республиканский субботник пройдет уже 2 сентября, и он также будет приручен к столетию региона. Благодаря проекту «Пластиковый путь» 30 нуждающихся семей в Карачаеве-Черкесии получили комплекты постельных принадлежностей. Одеяло и подушки изготовлены из переработанного в синтепон пластика, который собрали волонтеры во время экоигры «Пластиковый путь». Ранее в Архизе в рамках проекта «Пластиковый путь» прошла экологическая акция по сбору мусора. В ней приняли участие 35 волонтеров, студенческие команды из регионов СКФО. Ребята очистили курортную зону от мусора, собрав более 600 килограммов отходов. Самый большой вклад внесли добровольцы из Ингушетии. Они собрали 268 килограммов мусора и получили в подарок 4 дня бесплатного отдыха в гостинице «Горная роза» в Архизе. Жители Карачаева-Черкесии смогут принять участие в ежегодной всероссийской акции «Лес вместо букета». Организаторы приглашают родителей и школьников поздравить учителей, подарив им лесной букет – сертификат на настоящие деревья, которые высадят волонтеры на пострадавших от пожаров лесных территориях. Чтобы принять участие в данном мероприятии, нужно на сайте посадилис.ру выбрать необходимое количество деревьев, внести пожертвования на их посадку и оформить специальный подарочный сертификат к 1 сентября, посвятив будущий лес любимому учителю, своему классу или школе. После посадки все обладатели подарочных сертификатов получат фото и GPS-координаты леса. Отметим, в этом году акция «Лес вместо букета» проходит уже в седьмой раз. Благодаря ее участникам были собраны средства на посадку более 255 тысяч деревьев, которые уже высажены в 18 российских регионах. В Москве в парке Зарядье полторы тысячи жителей и гостей столицы посмотрели праздничный концерт, посвященный столетию Карачаева-Черкесии в рамках фестиваля Русского географического общества от Камчатки до Калининграда. Культурное достояние Карачаева-Черкесии – именно так называлась яркая программа артистов нашего региона Театра танца Государственной филармонии, Лаура Акбаева, Любови Ощепковой, Алиат Нурпулаевой и Асламбека Хавцева. Их красочные выступления передали этнокультурное многообразие танцевального и песенного искусства народов Карачаева-Черкесии, которые вместе с другими народами России и делают нашу державу великой и непобедимой. В станице Преградной Урупского района прошли культурно-спортивные мероприятия, посвященные столетию Карачаева-Черкесии. Программа включала в себе соревнования по гиревому спорту, по метанию камня, по борьбе на поясах. Кроме того, прошли конные скачки, а также концертная программа с участием лучших артистов Карачаева-Черкесии и творческого коллектива районного дома культуры. По итогам были определены победители по всем спортивным соревнованиям. В конных скачках всего состоялось шесть забегов на различные дистанции. Общий призовой фонд составил 950 тысяч рублей. На дистанции длиной 1200 метров победу одержал жакей Акбар Акбаев на жеребце по кличке Малыш. Во второй скачке, которая проходила на дистанции длиной 1800 метров, на первом месте оказался жакей Далим Беджиев и жеребец по кличке Биг Пен. И в третьей скачке на дистанции в 1800 метров победил жакей Тимурлан Караев на жеребце по кличке Козырь. Главный приз главы Карачаева-Черкесии Рашида Темрезова получил жакей Мурат Тикеев на жеребце по кличке Баграт. Телекомпания ГТРК Карачаева-Черкесия получила сразу две престижные награды на Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии» в номинации «Лучшая программа для детей и юношества» и специальный приз за передачу «Народные приметы черкесов». Всего участниками, среди которых были представители региональных филиалов ГТРК, а также телерадиокомпании стран ближнего и дальнего зарубежья, было заявлено более 400 работ на тему сохранения народных традиций межнационального и межкультурного диалога. Диплом в номинации «Лучшая программа для детей и юношества» получила ГТРК Карачаева-Черкесия за программу «Страна детства» автор Марина Кушпова, режиссер Ирина Седакова, оператор Мухаммед Ошибоков. Фильм рассказывает о жителе аула Лебердуковского Аслане Хутове, который рядом со своим домом соорудил детскую площадку, которая стала излюбленным местом для местной детвары. По вечерам он разучивает с ними черкесские игры, пословицы и скороговорки. И еще одна программа «Народные предметы черкесов» ГТРК Карачаева-Черкесия была удостойна специального приза фестиваля «Голос Евразии». Автор Муминат Ешерова, режиссер Ирина Седакова, оператор Ислам Урумов. Фильм был снят также в ауле Лебердуковском, где под треск огня и журчание реки старейшины вспоминают народные приметы и напевают народные песни. Карачаева-Черкесия приняла один из этапов первой всероссийской спартакиады сильнейших в летних видах спорта. В байкпарке горного курорта Архысп прошли соревнования по маунтинбайку, в которых приняли участие 61 спортсмен из 8 регионов России. Гонка прошла на новой трассе общей протяженностью 4 километра. Напомним, наша республика вошла в число 12 регионов, где проводится спартакиада. Наша землячка Валерия Мезенцева стала победителем чемпионата Центрального совета физкультурно-спортивного общества профсоюзов России по боксу среди мужчин и женщин, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По итогам соревнований Валерия Мезенцева стала чемпионкой весовой категории 54 килограмма. Тем самым она завоевала второй раз путевку на чемпионат России по боксу среди женщин, который пройдет в октябре в Краснодаре. Валерия тренируется в боксерском клубе ИНЭ имени заслуженного тренера России Давыдова под руководством Арсена Чекунова, Ислама Тикеева и Артура Кячева. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Ибрагим Гачияев завоевал золотую медаль на 11-летней спартакиаде учащихся России, которая проходит в эти дни в Саранске, республике Мордовия. Ибрагим Гачияев стал победителем среди юношей до 18 лет. Тренирует спортсмена Пелял Байчоров. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаевой-Черкесии ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 30-35 градусов. В горах местами до 29 градусов выше нуля. Высокая пожароопасность 4-го класса. В Черкесске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 35 градусов. Реклама Только до 4 сентября в Кисловодском цирке. Новое грандиозное шоу ГИИ. Рация «Пещаная сказка». Это были все новости Карачаева-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами. Вы слушали радио России Карачаева-Черкесия.